Подпишись на канал. Узбекистан Кипчаки или Кипчаки, Кипчок-Лар, в 20 веке компактно проживали в долине реки Зеравшан, Самаркандская и Бухарская области Узбекистана, в Нижнем течении Амударье, Хорезмская область и Каракалпакстан, и в Ферганской долине, главным образом, в Андежанской области Узбекистана подразделялись на 34 группы, из которых наиболее многочисленными были Акипчаки, Каркипчаки и Саркипчаки, а также Джеты Уруф, Тагус Уруф в составе Зеравшанских и Кулан, Улмас и Елатан, Ферганских Кипчаков. Кроме групп собственно кипчакских по происхождению, в составе многих подразделений встречались выходцы из иных племен и даже этносов, например, из казахов происходят группы, Канджигали, Балгалы, Тама, Удишун. Да и многие названия кипчакских подразделений находят аналоги в подразделениях кипчак казахов. Массы узбеков, особенно в Самаркандской и Андежанской областях, большей монголоидностью, относясь к варианту «Скул». Дом 144 мм, и пикантусу 28,4% мужчин, длина тела минус 165,6 см, ферганские кипчаки, южносибирской расы. Кипчакский диалект узбекского языка, свое название диалект получил не от кипчаков, а это по ним одежд и кипчак или просто кипчак, откуда пришли в начале 16 века племена кочевых узбеков и через 200 лет ферганские кипчаки. На этом диалекте говорят не только кипчаки, но и потомки пришедших племен, мангыты, кунграты, минги, найманы, Китай по данным статистического обследования населения Средней Азии. В 1924 году насчитывалось 128 тысяч кипчаков, в том числе в Ферганской долине, около 60 тысяч чол, в Самаркандском уезде, 40,5 тысячи, в Катокурганском, 10,8 тысячи, в районе Бухары, около 10 тысяч, в Хорезме, 3,8 тысячи человек. Перепись 1926 год зафиксировала в качестве особой народности 33,5 тысяч кипчаков в Фергане. В дальнейших переписях населения Узбекистана кипчаки учитывались, как узбеки кипчаки обосновались в Фергане, находящейся во власти Коканского хана. К середине 19 века кипчакская знать приобрела большую власть при Коканском хане, вызвав ненависть местного населения. Ненависть разрешилась отстранением кипчакской знати от власти и массовыми убийствами простых кипчаков, что ускорило их ассимиляцию. Кипчаки, особенно ферганские, длительное время сохраняли традиционные хозяйства и быт. Первоначально кочевое, позже и полукочевое скотоводство, пока окончательно, уже при советской власти, перешли к земледелию. Состав стадан, обычный для кочевого скотовода, овцы, лошади и верблюды, с переходом к оседлости земледелию численность традиционного скота уменьшается, зато увеличивается поголовье крупного рогатого скота, особенно валов. В земледелии зиравшанских кипчаков, они перешли к земледелию раньше. Было развито садоводство, бахчеводство, рисоводство, у ферганских кипчаков стало преобладать хлопководство. Кипчаков булынгурского района Самаркандской области Каша. Шани Язов описал жилище на Орбе, подобное одному из типов половецкого жилища, изображенного в миниатюрах родзивиловской летописи. Кутарма, так оно называется у кипчаков, делается из войлока, не разбирается, а ставится целиком на землю или на повозку по необходимости. Вход со стороны ходаупряжки, как и соседние узбеки, кипчаки исповедуют ислам суннитского толка, отличаясь от них элементами доисламских верований, характерных для кочевых. В недавнем прошлом субэтнические группы кипчак имелись в составе татар. Помимо уже указанных выше знатных родов, куда входили и кипчаки, среди знатий крымских, казанских и касимовских татар. Одним из подразделений в составе степных крымских татар, нагаев, были кипчаки, возможно нагайского происхождения, пришедшее в Крым с князем Мансуром в 1502 году. Однако последующая бурная история Крыма в целом и крымско-татарского народа в частности, особенно его сталинская депортация в Среднюю Азию, и сделала неизвестной судьбу этой этнической группы. И хотя к настоящему времени большинство крымских татар вернулось на родину, никаких сведений о крымско-татарских кипчаков у меня, к сожалению, нет. В 1930-х годах в топонимике степного Крыма нередко звучали племенные наименования, в том числе и этноним кипчак, но в 1940-х-50-х они были переименованы к кипчакам. Восходит происхождение некоторых этнических групп северных азербайджанцев республики Азербайджан, о чем свидетельствует их этноним из слова, известного в кодексе Куманикусе, и особенностей их говора. И, наконец, в Афганистане в составе племен Чара и Маков кочует племя Таймани, подразделяющиеся на две группы — Дериза и Екипчак. Что касается кипчаков, в Средневековье многочисленных в Китае и в Мамлюкском Египте, то они бесследно исчезли, растворились в местном населении и так, прежде чем закончить рассказ Узбекистана о кипчиках ничего не говорится. Однако о них пишут многие современные исследователи как о существующей этнической группе, обладающей родоплеменной идентичностью кипчиках в составе алтайцев и теленгитов сообщаются в контексте возрождения системы Сеоков как самоуправляющейся форме организации алтайских народов, но о судьбе в будущем этой идентификации авторам не сказано ничего определенного. Подпишись на канал.